Пойдем дальше. Предотвращение мошенничества — это достаточно крупная группа, на самом деле, сценариев. Тут достаточно много различных вариантов схем, которые можно выявлять. Вот. Одна из популярных таких схем, которые у нас запрашивал не один клиент, — это выявление сценариев обналичивания денег. Вот. Когда у нас клиент приходит с несколькими картами на подставных лиц, и один человек снимает деньги с разных карт, это может свидетельствовать о том, что клиент участвует в какой-то мошеннической схеме. Вот. Соответственно, что мы можем тут предложить? Вот. Мы можем предложить, когда... Если у нас... Мы используем наш модуль контроля кассовых операций ActivePost, вот. Соответственно, мы можем его использовать в том числе и с операциями из банкомата. И можем, соответственно, при помощи видеоаналитики отслеживать, кто сейчас находится перед банкоматом. Если у нас, например, человек находится перед банкоматом один и тот же, вот, и он никуда не отходит, там, очередь не движется, а при этом кассовым операциям у нас проходят операции от нескольких... по нескольким картам, принадлежащим нескольким людям, то, соответственно, это повод для того, чтобы создать уведомления для оператора мониторингового центра, чтобы он уже просмотрел этот инцидент и разобрался в ситуации. Соответственно, если мы видим, что у нас какой-то... что данный клиент действительно является мошенником, то мы можем его внести в черный список, либо установить его личность, либо, если мы не можем установить его личность, то просто внести в черный список, чтобы в дальнейшем можно было это сделать. Короче, тут уже варианты реагирования зависят от бизнес-процессов непосредственно самого клиента. Еще один сценарий, который также неоднократно мы слышали от наших клиентов, это подделка документов, когда у нас, допустим, мошенник обращается в отделение банка с поддельным документом на имя другого человека, при этом в поддельном документе фотография непосредственно мошенника. И, например, он пытается вывести деньги, снять вклад, то есть, либо оформить кредит, то есть, ну, каким-то образом получить доступ к средствам, принадлежащим другому клиенту. Что тут можно сделать? Тут, конечно, зависит очень сильно от бизнес-процессов клиента. В многих банках есть такой процесс, что в CRM-системе банка хранятся фото клиентов, то есть, когда клиент заключает договор, например, оформляет вклад или оформляет банковскую карту, то операционист, либо какой-то иной сотрудник фотографирует клиента и вносит его фотографию в CRM-систему. Таким образом, у нас есть, так сказать, истинное лицо клиента. Соответственно, если мы видим, что, ну, соответственно, к нам обращается мошенник, менеджер может открыть карточку клиента и увидеть, что это не тот клиент, который открывал вклад, например, а это совершенно какой-то посторонний человек. Вот. Соответственно, если у нас есть модуль видеоаналитики, Face Recognition, то, во-первых, мы можем сразу нашего мошенника проверить по всей базе наших клиентов. Вот. Потому что вполне вероятно, что мошенник также является клиентом банка, и его фотография у нас есть, и мы можем установить его личность. То есть такие случаи объективно бывали, несмотря на то, что оказалось бы довольно нелепая ошибка со стороны мошенника, но, тем не менее, такие ошибки совершают. Даже если в базе наших клиентов этого человека нет, то мы можем внести его в черный список, соответственно, используя изображение его лица, распознанное на входе в отделение. И в дальнейшем при его появлении в любом отделении мы можем получить уведомление, собственно, о том, что данный клиент требует проверки. Еще один сценарий, связанный с мошенничеством, также он у нас зависит от наличия фотографий истинного лица клиента в CRM. Если клиент у нас совершает операции в банкомате, то мы можем, соответственно, сравнить фото клиента из CRM, того клиента, на которого оформлена банковская карта, по которой сейчас совершаются операции в банкомате, это фото из CRM, мы можем сравнить с теми лицами клиентов, которые у нас входили в отделение за определенный промежуток времени, благодаря, конечно же, модулю распознавания лиц. И, соответственно, если мы видим, что у нас снимаются деньги с карты, принадлежащие определенному клиенту, при этом в отделение за последние, допустим, 10 минут не заходил ни один клиент, лицо которого бы распозналось как лицо владельца карты, то это, конечно же, тоже повод создать инцидент и проверить данную ситуацию. И при необходимости тоже можно внести, например, клиента в черный список, используя распознанное на входе лицо, или установить личность клиента, если он также является клиентом банка. Если отвлечься немножко от распознавания лиц, то одно из очень популярных решений, ну, на самом деле, не только для банков, а в принципе и в ритейле, и в сегменте складов, это наша система контроля кассовых операций ActivePost. Как мы применяем ее в банках? Одно из самых популярных решений – это использование системы контроля кассовых операций для счетных машинок, для сценария выявления недостачи денег. Соответственно, в принципе, сценарий достаточно стандартный для ActivePost. Вот. У нас в системе, в системе трассира появляются все события от счетной машинки. При этом мы сопоставляем их с видеорядом. И, соответственно, видим, где у нас какие операции проходят, что при этом делал кассир. И, соответственно, сотрудник службы безопасности может гораздо быстрее обнаружить, в какой момент образовалась недостача. Продолжение следует...